О нуждах сельских медпунктов говорили в Загорских Далях в понедельник. Состояние поселковой амбулатории проверил депутат Мособлдумы Сергей Двойных. В кабинетах свежеремонт и старая мебель. В хорошем состоянии, но уже устаревшая. Сразу хочу обратить внимание, видите, очень хорошо выглядит. Сколько лет? Тридцать. Советская мебель, она по-нарежности. Пирская, да? Пирская мебель, да. Очень хорошая. Пирская мебель, да. Ремонт в амбулатории в Загорских Далях проводили в два этапа. Первый в 2017 году. Тогда в здании заменили все коммуникации и частично отремонтировали помещения. В прошлом году здесь привели в порядок кровлю и доделали ремонт в остальных кабинетах. Сегодня мы приехали, посмотрели, какие работы еще здесь необходимы от жителей. Услышали пожелания по ремонту подъездной дороги. Действительно, она находится не в лучшем виде. Поэтому сейчас будем при формировании бюджета областного на следующий год учитывать те пожелания и замечания, которые есть. Также, возможно, частично оснастим, дооснастим какой-то дополнительной мебелью. Ремонт подъездной дороги к амбулатории – не единственное пожелание жителей. Просат устраивать выездные приемы врачей узких специальностей. Сейчас в амбулатории принимают только терапевт, педиатр и стоматолог. К остальным врачам жители Загорских Далей вынуждены ездить в Сергеев Посад. А такая возможность есть не у всех. Руководство районной больницы предложило выход. Отправлять на выездной прием бригаду узких специалистов на мобильном ФАПе. Но и тут есть сложности. Мобильный ФАП у нас представлен одной единицей техники. И, скажем, перевести в режим ежемесячного посещения всех объектов сельского здравоохранения мы физически не можем. Ну, хотя бы по той причине, что объектов здравоохранения 34, то есть одного месяца уже не хватает. Ну, и в силу других обстоятельств ФАП у нас участвует еще и в другой деятельности. Но, тем не менее, идея, на мой взгляд, она перспективная. По потребности, скажем, к очередному выезду по графику выездов мобильного ФАПа сформировать бригаду узких специалистов, которые здесь и сейчас требуются, и одновременно с этим осуществлять забор крови. Депутат взял все просьбы жителей поселка на контроль и вручил подарки школьникам из многодетных семей – канцелярские школьные наборы. Анна Спиридунова, Михаил Кирсанов, программа «События».